Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. Это опять мы, это опять Мобстер Форс, Версута и Каспер. Тут у нас еще и люди разные ходят, но к нему, возможно, вернемся попозже. Мы с вами смотрим Summit и теперь это точно последняя карта на сегодня. Это Fnatic и OG, карта номер 3. Говорить про то, что... Что сказать? Сказать-то нечего, пики начались, ребята. Пики! Точеные. Так, в общем, я пока пытаюсь найти вопросы какие-то интересные. Пока у нас все равно ничего не происходит. Нас спрашивают, как должна выглядеть Аркана на Виспа. Самый актуальный вопрос нынче... Надо лицо ему сделать. Не, я знаю, сейчас я могу ответить самым... Популярным ответом? ...мейнстримовым ответом в истории человечества на данный момент. Футбольный мяч? Покебол. Ах, ты человек! Я все, это единственное слово, что я скажу касательно нашей тематики. Ну ладно. Нашей? Она уже наша? Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Откуда вообще это слово? Я тоже. Это просто... Я говорил уже про синдром Туретта, да? То, что у меня рандомные слова выскакивают. У нас шеду демона ФП. И Террорбейд появляется. То есть, знаете, продолжают гнуть свою линию. Они играли ШД Террорблейд, потом ШД Лина. Или нет? ШД Террорблейд играли как раз... Кто? Не, они же. Они же, да. Они проиграли тогда ту карту. Это была первая карта. ШД Террорблейд играли OG и выиграли. Ну, Террорблейдом первую карту играли OG против Fnatic. Да, да, да. Точно, точно, точно. Только я не помню, было ли там ШД. Где-то он точно был. И точно он был с Террорблейдом. Это я точно помню. Потому что мы как раз тоже обсуждали. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, что вновь все карты раскрыты в плане того... Против DC они точно играли. Да, Fnatic DC это было. Вот, точно, точно, точно. Там еще нам писал Жот на счет... Там Дру Рейнджер еще, помните, было. Ну, ладно. Давайте дальше обсуждать. По банам пикам. Ну, Феникса заберут сейчас. Да, ты уверен, вот, все-таки OG и Джиггернаут на First Pick тоже у нас... Да он офигеет. Ты бежишь на этого Террорблейда, получаешь Пурдж, три удара в лицо, три удара в спину. Ты мертвец. Поэтому Джиггернаут здесь, по-моему, противопоказан OG. Не, ну, в таком случае, да. Но я имею в виду, вообще, они любители открыть кор-героев. Ну, сейчас посмотрим. Тут лучше не гадать, а просто дождаться, пока OG себе выберет персонажа. И уже потом думать, почему они его взяли и что может быть пикнуто в перспективе. Что либо это будет какая-то комбинация свой дом хорошая, либо это будет просто персонаж более-менее гибкий и дальше выходить во что-то другое, не раскрывать сразу все карты. Если они хотят забирать инвокера, они могут забрать его прямо сейчас. Потому что если инвокера оставят OG на вторую стадию, то Фнатика его уберут. Это не обсуждается просто. Но тогда ты фениксом близкоешь. То есть, либо инвокер, либо феникс. Вот OG здесь. Но инвокера не давали ни разу, поэтому инвокера, я думаю, стоит забирать сейчас. Если у вас есть хотя бы малейший намек на то, что вы желаете его использовать, потому что там Миракл уверен, что хорошо на нем сейчас сыграет, я бы брал его прямо сейчас. Мы решили Тинкера забрать. Ну, это Тинкер, ну да, окей. Это третий раз за сегодня Тинкер, который имеет пока что 100% винрейт. Но что-то странно, так они его рано открыли. Понятное дело, что они сейчас Шторма уберут, а Спектру тут уже Фнатик брать не будут точно. Может сработать действительно. Что-то забыл я совсем про Тинкера. Тинкер стал даже более популярен, чем инвокер. Ну, Тинкер против террор плейда хорош, он же дает лазер с аганимом по всем иллюзиям раз и все. Тоже верно. Ну, это сильная очень вещь, да, ничего не скажешь. Ну, а Фнатик тогда опять-таки какого-нибудь... Так, Элдер Титана они убрали, Бестмастера убрали. Тоже, кстати говоря, два очень хороших героя, которые великолепно с Тинкером сочетаются. Террор плейд он и Элдер Титана боится, в общем-то, но... И как раз-таки против Тинкера тоже хорошо. Ну, вот Фнатик могут сейчас опять через свою Медузу пойти. Могут, могут, кстати, да, действительно могут. Чтобы делать ставку не на одного ТБ, да, потому что реально... Ну, вот этот Тинкер с аганимом, он будет сводить практически на нет эти иллюзии. Аганим, у него там линзы еще по-любому, с километра лазер дал и все. И как бы иллюзии-то штампуются не так быстро, как у какого-нибудь там того же... Пээлла, например. Пээлла, да. То есть он их там мучается, вызывая, а там ну раз и все, они юзлисы. Печально, конечно. Юзлис-корешок? Да. Ну, пока у нас стадия банов. И опять же, обратим внимание на то, что оба коллектива долго думают над драфтом. Вот мы хотели получить какую-то равную игру, да, в три карты. И вот мы ее получили. О чем-то говорит. Никса-то забанили, ты имеешь в виду? Да, не, ну, отчасти... Против Тинкера. Да, отчасти понятно, что он... Да, против Тинкера немного он все-таки, ну, контрит вот с этими карапасами. Ну, как следует у него контрит? Ты же можешь даже не выходя из Вендетты сейчас карапаса нажимать. Бежишь, бежишь, карапаса нажал, в инвизии остался, Тинкера застанил, напал. Может даже убить получится, если у него там не так уж много... И хыщ-хыщ-хыщ. Как мы уже выяснили. Да, проблемный. Феникса в итоге все-таки Фнатик убрали. Вот я думал, что они уберут Феникса и кого-то еще, но... Фишка-то в том, что с Тинкером Феникс просто машина. Потому что ты начинаешь ломать яйцо, получаешь лазер с агонимом. И все. Здравствуйте. И не ломаешь больше ничего. Ну, а тут Шторма. О, не забанили Шторма. Ну, Флай решил все-таки позволить. А, не думаю то, что Медуза появится, да? Ну, возможно. Поэтому Шторма решили все-таки как-то оставить. Смотри, Медуза-Луна. Фнатик. Пока еще... Пока земелья. Да, земелья. Котел? Это весьма... Очень много месов. Да, и помимо всего прочего, тпшечка. Это очень жесткий аддев, и я так понимаю, там какой-то будет супер жесткий керри. Например, давай подумаем. Только не Медуза. Ну, я надеюсь. Медуза-Нага-Сирена. В смысле, Нага-Сирена, да, точнее. Только не Нага-Сирена, но я думаю, что это не Нага. То есть, напрашивается именно она, но даже ПЛ может заехать. Просто вот так. Потом Бристолбек может заехать. Ну, ПЛ на самом деле не очень, потому что Шадоу Демон есть. Потому что Шадоу Демон сделает армию фантом-лансеров. Ну, может сделать. Он сделает в любом случае какую-то армию, либо из ТБ, либо из фантом-лансеров. Он сделает просто лютую армию. Да, он просто может схавать людей просто. Ну, согласен. Ну, в общем, вот что-то, что комбинется с Котлом, да, вот это. Вообще сам по себе Котл очень жесткий. То есть, не обязательно брать там супер затяжной лейт. Можно вообще им спушить даже таким пиками, я вас может удивить. Измором могут взять своего противника. Либо да, либо какая-то будет неожиданная агрессия. Там быстро Аганим появляется, и ты днем с Тинкером, там, под Бладстоуном или под Аганимом, просто выходишь и заходишь на ХГ. То есть, туда летит волна, килет всех крипов тебя. Машинки не дают как-то подойти все это задефать, и ты потихонечку, помаленечку ломаешь. Но тогда нужен рейнджевой керри, если ты хочешь так играть. Дроу рейнджер? Ну, может и дроу рейнджер. Да нет, что-то я сомневаюсь. Почему вувера не пикают? Вувер же жесткий. Не знаю. Как-то. С войсла с воида, может, он и неплохо смотрится. Но здесь, мне кажется, не будут тут же так играть, не будут они никого пушить. Но давайте пока оставим Котла в покое и все-таки подумаем, что должно вливать в кубку деммаж. Вот это нормальный герой. Как раз-таки против Террор Блейда идеальный пик. Быстро иллюзии убиваешь стрелами. Да блин, немного ли всего пикнули, чтобы иллюзии убивать? Да и вообще, немного ли пикнули, чтобы бедного Террор Блейда убивать? Да немного, там... Так блин, а... В смысле? Легион Шадоу Демон любого прыгает, убивает. Она и Штарма убивает, и Террор Блейда, и Шадоу Демон, и Ор Спирита. Единственная проблема с Шадоу Демоном. Да, Disruption может сработать, да, это проблема, да, действительно. Это небольшая проблемка, то есть, поэтому придется как-то... Ну там есть Фейслос Войт. Аганим, аганим на Легионке. На самом деле, я считаю, что это, наверное, один из самых недооцененных артефактов на этом персонаже. А 8 секунд, ну, то, что не залетает, урон извне. То есть, вы становитесь неуязвимыми к урону со стороны, кроме вот ваших задуэлемых героев. То есть, настоящая дуэль? Да, реально настоящая дуэль, причем она длится 8 секунд. То есть, ты, по сути, если у тебя есть уже какой-то определенный кап урона, и ты понимаешь, что вот этого героя ты убьешь. Ну да. Реально убиваешь, вот, ну, то есть, вас либо тратят станы, либо какие-то подсейвы, либо еще что-то. Ну, то есть, убить вас, в принципе, никак невозможно. В смысле, ты к урону только становишься невосприимчив, или тебя можно там... Нет, тебя можно оглушить, там, в хекс, еще что-то сделать, но по факту тебя убить невозможно. Тогда ерунда. Нет, это офигенная штука. Целый слот тратишь. Ты понимаешь, что такое 8 секунд? 8 секунд. Ах, да надо за дефолтное время дуэли справляться. Об этом спорить смысла нет, есть очень много за, есть очень много против, и тут надо уже смотреть на практике. Просто сама по себе легионка, давайте уже говорить честно, не так часто пикается. Да это понятно. Поэтому, может быть, Аганим на ней реально обалденный. На Клокверке Аганим обалденный, но Клокверка из-за этого не пикает часто, к сожалению. Просто такой герой, вот, не в мете. Так, кстати, вот Красаву забанили, по понятной причине, потому что Шторм Спирит он ловит очень хорошо, и еще и Шекер, понимаете? Что происходит? Вот же решили как-то удивить своего соперника. Причем на третьей карте. Кого удивить, нас или соперника? Не, ну нас и не точно удивили. Соперник, я не в курсе, то есть, что там Фнатик. Опять против иллюзий? Ну, у нас есть Патимейкер. Да, просто прыгаешь, Шекер убиваешь. Шекер, Шекер, Патимейкер? Ну, да и пофиг, дискотека, ладно, ждем нас тик от Фнатик. С бумбоксом вот это на плечах. В воркшопе до сих пор лежит этот концепт. Я думаю, если вы что-нибудь не выпустили. Я думаю, если его нормально проработать, сделать бумбокс не вот этот, не черный такой, а какой-то, знаешь, там деревянный или каменный. Во время какого-то жесткого бухича, когда вот эти воркшоперы там такие сидят. Слушай, а что мы его до сих пор не добавили? Омни Найт появляется. И он уже в следующем патче. Хороший герой, учитывая то, что OG так много потратили на агрессию, а там Омни Найт будет сейвить и против Легионки. То есть уже не получится как-то накрыть хроносферой Шедоу Демона, дать дуэль и там выиграть тимфайт. То есть там надо еще как-то что-то с Омником придется придумывать. На которого на самом деле придумывать-то не так много чего, ну, если не считать только Шейкера, да, если он как-то сможет хорошо вырваться и цапнуть. Я думаю, что все-таки, блин, по идее, должен появиться у этого товарища в этой карте. Причем не самый поздний, я думаю, вместе с Котлом. Ну, посмотрим. Котл будет, наверное, лес стараться профармливать. Хотя Котл может и фармить, как фармить лес, так и стакать Тинкеру. С волной. Два спауна сразу. Кстати, да, кстати. Может быть даже три. Она далеко летит. Может быть, если на 54-й... Под углом нормальным, кстати. Да, они же на Дайр, да, играют? В стороне. Да, да. То есть, если ты там вот прям между сильным и средним спауном стоишь... Ну, я, честно говоря, ни разу не пробовал, но два спауна ты точно как бы забираешь. Ой, в общем, будем смотреть. Я думаю, что Котл у нас будет такой довольно активный товарищ по игре. Не особо фармящий. Восьмой бой там закупился как-то интересно. Смотри, просто Дидж говорит сюда, иди, корова. Говорит, я с тобой еще не договорил. Два ЕСа встретились. Да, кстати. И тут еще вышка нормально вписалась. Так, у нас мунная Легионочка. О, Легионочка, кстати, с этими. С этиком крутым. Да, 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 с последним, который... Как он называется там? Не знаю, как он называется. Забыл! Я даже и не помнил, если честно. Ну, короче, там какое-то пафосное слово, короче. Я думаю, вы поняли. Или с кампейнем она по достижении 225 уровня, или 250, я не помню. А, слушай, так это же Дабла, Котл плюс Легионша. Это очень сильная комбинация. Как я забыл про нее вообще? О, смотри. Поясни, давай, поясни. Legacy of the Fallen Legion. Лиджин, да. Ну, пока, естественно, с обычным стилем. А что пояснять? Кидаешь стрелы, получаешь... Ману? Ману. Кидаешь еще раз стрелы, еще раз ману получаешь. Это как с ПЛ. Тоже такая же ситуация, только в отличие от ПЛа, Легионша способна еще и хп восстанавливать и себе, и тиммейта. Да, у Легионша статы начальные очень жесткие, и поэтому она будет... Ну, по крайней мере, туда Котл бежал, и я не знаю, вернется ли он обратно, но я вижу то, что в итоге он бежит обратно, и, кстати, там с ними еще и... Там еще Шейкер с ними. Там еще и Шейкер, да. Они просто решили, походу, всей триплой туда отправиться. Один на один будут стоять... Кто будет стоять? Крит будет стоять... А, нет, погоди, Крит там, Тинкер и... А, Воид будет стоять один на один с Омником хардлэйновым, да. Ну, кстати, Воид должен нормально стоять, потому что убивать... Ты получаешь пюрификейшн, юзаешь таймпортно. Юзаешь, да, то есть и Омника запасманы поменьше, заклинания стоят дороже, соответственно, ты в плюсе. Должно получиться в теории. Посмотрим, как на боте будет стояться. А, туда еще Земеля пришел, поэтому там Даблась сейчас будет наверху стоять. Но я думаю, что как только увидят трех персонажей там внизу, то могут несколько сменить свою стратегию. Террорблейд расстроится, я думаю, сильно. Вот именно. Пассивку прокачал Воид на первом левеле, тоже довольно интересно. Он хотел руну забрать... Подожди. Да, он хотел руну забрать за баши Тинкера и руну забрать. Вот это нормально, говорит, так, щас, иди сюда, Тинкер. По-любому сработает на последнюю дочку, там же шиба что-нибудь. На ладони такой, пфф, пфф, сюда иди, 10% на это. Но иные методы есть, как бы, и по-моему нет. Не, но бодаться можешь, то есть ты можешь не надеяться на то, что он прокнет именно в нужный момент, но можно пободаться и там урон нанести серьезный. Как-никак. Нам тут пришли люди пахнуть едой. Да, и издеваются, как хотят. На 100 режиссер, тут просто рандомные люди разные ходят. А, ну ладно, внизу, как там вообще дела по сайту Террор Лейда? Смотрю, там два добитых крипчика имеется. Но пока сложно. Рано что-то еще говорить. Там же на других линиях может все получиться. Например, Омник на топе может круто отстоять. Шторм в миде может круто отстоять. Ну, вряд ли он Тинкера убьет. Ну, да, вряд ли убьет, но все-таки, если он шестой свой получает и очень хорошо стоит, он всегда может прилететь куда-то там и загинчить, и немножко заченджить игром. Да, ну видно, Легион фактически не пробивает руками, но с копией своих она должна нормально ввалить. Да, и видим, что пауза у нас пока что в игре ставится. Зяки-зяки, паузики. Ты что-то совсем расслабился, Ара? Ты забыл, где ты? Где я? Я хотел сказать, знаешь, так, это саммит! И так, пшшш, и диван свой разложить. Саммит! Да, и просто улечься, отдыхать. Пропутно почитать немножко твит-ленту напоследок, потому что у меня садится мой замечательный планшет. 2%. Эх. Роман, я могу тебе дать волшебность. Там влетают, кстати, на Миракла. Тем временем, или это... Да, Диджи влетел на Миракла, почти его убил, но его опроверг сейчас Крит, и в итоге Ферс Блад делает Миракл. Приятно. Только ничего не скажешь. Ну и... Смотрим. Зачем мы смотрим? А зачем? Я не знаю. Ну, в смысле, не по какой причине, а в смысле на что. Лишь, чтобы вы не поняли, меня неправильно. Ну, смотрим вообще, как в миде Шторм 4 себя ведет. Обрати внимание, как вообще, в целом, такой герой, казалось бы, из прошлого, несколько вывлез изметы, а все равно скил, смотрите. Сейчас опять стрелы залетают под вышку. Ну, что-то под вышку бежать, по-моему, это такое себе... Да, во-о-о, а если бы не котел задул, то перспектив не было бы никаких. А так, в принципе, получилось много дэмэджа нанести. Герой-то хоть, конечно, и арморный, но вот к магии он... А он будет бороться. Сейчас может будет бороться. Главное, стрелы зря не потратить. Опять задув, но если бы достал, то... Вот сейчас можно дать стрелы сразу, по-двоему. Тут хороший, кстати, булыжник залетел. Шикарный, ну да, но и стрелы... О-о-о, шейкер-шейкер! Эй! Патимейкер, шейкер. Тут все получилось неплохо, да. Дела он тут начинает, конечно, накаляться у Terrorblade. О, посмотри, а вы говорили, не убьет, а ведь тут совсем... Ать-ть-ть-ть! Последняя тыка. Да, и Шторм, кстати, выживет. Вот тебе и Шторм Спирит. Ну вот, если он будет продолжать в том же темпе, то, опять же, все-таки есть возможность этому Шторму на своей горбушке катровать. Начать тащить. Может, может он... Тем более, есть еще Omni-Night, который может дать репл. А, это вообще прям сумасшедшая комбинация тоже. Шторм Спирит, которому ничего нельзя сделать из-за того, что он летает как хочет. Парю где хочу. Шторм не летает, он парит, как белка-летяга. Так, давайте вот это... Что-то как-то под конец дня пошло. Кстати, ребят, задали очень-очень-очень-очень хороший вопрос. Я об этом что-то даже не подумал. А, там Дигенаура у Omni-ка. Куда делся Тимбер? Ну вот... А он был сегодня на первой карте, но потом куда-то пропал. Если пригласим какого-нибудь профессионал DT2 плеера и спросим, куда он делся. Может быть, просто не хотят палить Тимбера, которого уже спалили не один раз. Пацаны, а вдруг, если мы его сейчас не будем брать, все про него забудут, А мы в финале такие, ба-бак! Кстати, да, и Шейкер не успел даже вовремя сюда. Также вот вопрос, достаточно важный, поэтому я сейчас время на него отвечу. Когда и на каком канале будут появляться воды? Воды уже начали появляться, уже есть записи первого матча, не знаю, возможно, и второго тоже где-то есть. На канале Dota SLTV они постепенно появляются. Ну и ВКонтакте, там, в паблике Dota SLTV, так что заходите, смотрите. Да, если вы что-то пропустили, всегда сможете... Если заснули вдруг, всегда можно будет пересмотреть. Пропустить на Мудринов всё-таки время, может, не самое подходящее, тем более в будние дни, но... Став. Круто, вот так не разговаривали. А, да-да. Я просто задумался, смотрю за матчем и думаю, да-то, поэтому... Я уже и мысль из-за тебя потерял, ладно. Ой, смотри, какая она красивая. Да, она реально очень пафосно выглядит, патично. Что, это какая-то, я не знаю, пирсия... Валькирия, Валькирия. Нет, вот это... Павлин только с двумя хвостами в разные стороны. Ну что ты, реально красиво выглядит. А там... Красиво, но что-то слишком пафосно. Не получилось. Кстати, насчёт павлина классно. Должен дэмэдж быть что-то там написан, дэмэдж... Хвастаешься. Вот было бы, кстати, круто, чем, типа, больше урона, тем, тем, типа, больше она, так, расшипеливается. У нас были идеи с эволюционирующим оружием. Мы когда-то с воркшоперами эту тему развивали, но в итоге всё сдулось. Потому что Вольво, видимо, решили оставить это. Слишком сложно. Нет. Потому что... Ну блин, ну кто это будет делать сейчас за просто так, если можно это запилить какой-нибудь Интернешнл и срубить бабла? Да. Ух! Нормально. А тут у нас шторм спириту рассказали. Ещё и олени там выехали. Так что... Причём... Есть ещё... Были идеи с анимированным оружием, в смысле, которое будет двигаться, то есть с двигающимися частями. Его тоже очень много копий этой фигни ушло из воркшопа по непонятным причинам. Сундуком? Это очевидно. Но какой-то суперкрутой мажор, они добавят эту фигню, и потом все эти шмотки, которые и сейчас, просто скатятся никуда. Ну типа да, но как бы это же очевидно, если ты... Они же могут все суперкрутые идеи реализовать прямо сейчас, а что останется на потом? Люди же как вот взять айфоны те же, да? Их же выпускают... Надо по себе оно всё выдить и равномерно рубить бабу лес. Всё правильно. Да, да, да. Так оно и работает. Хитрое. Так оно и работает. Ну, что поделать. Будем ждать, будем ждать. А у нас тут тем временем... Кстати, какая-то непонятная концентрация игроков команды на этих видео хотят убить Миракла. Ну, в принципе, как ключевой герой ты, который знаешь, который если не... Чем позже получишь травла, тем лучше. Их логику можно понять. Но, похоже, будут ловить Флая. Флай испалился на морде. Напросился. Дыг-дыг-дыг-дыг. Это лучше, чем потерять Миракла, так что Флай таким вот образом... Сейчас ещё, смотри. Там тоже стаки есть. У стаки, кстати, уже неприятно, да. То, что... Достаточно легко причём забирают. Они там особо ресурсов-то и не тратят. И смотри, теперь инкам идёт. Инкам от OG. Войт с Хроносферой. Рядом... Все просто в рассыпную. Оп-па! Я сейчас такое видел уже, кстати. Что сказать-то? Ну, Шторм Спиритом всё-таки проще вернуться от Хроносферы, нежели чем Эмбером. Да, и тут, наверное, могут даже Фнатик попытаться как-то повоевать. А теперь без Купола-то зачем пришли, спрашивается, если... Ну, да, Хай убивают. Фиссура не всех позволила забрать. Ну, хоть один фраг, но, честно говоря, хотелось бы что-то большего. Мне кажется, чуть поторопился Войт с этой Хроносферой. Ну, рассчитывал на то, что Шторм не станет прыгать. А Шторм прям заранее прыгнул. Ещё до Таймволка он уже начал кастовать свою ульту. Ну, наперёд, так скажем. Продумал этот момент. И, в итоге, переиграл своего оппонента. Молодец. Задуваем. Так, котёл. Да, чуть-чуть не додул. И... Мидван устанавливает ману. Сейчас получит репел. Где? Шекерос, шекерос. Вот, вот. Сейчас сначала хил надо дать, потом репел. Вот. И репел. Нормально, нормально. Разбираются и фиссурируют, конечно, Шейкер, но... Мидас у Омника. Что? Ну, пока ещё не Мидас, но... Ну, а что он купит? ПТ. Понятно, что... Не, это понятно, что будет Мидас явно. Аркаш на ПТ? Аркаш на ПТ. Сейчас выросло серьёзно. Да. Аркаш на ПТ. 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 Та работает эта логика. Ну да, 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 да. Был такое. Так что... Пока всё довольно таки хорошо складывается как для одного, так и для другого коллектива. У одних там вроде Шторм, вроде, хорошо себя чувствует у других. Террор Блэйд наконец-таки начал фармить. Ему там поначалу давали по щам, но выкрутился из этой ситуации и теперь чувствует себя норм. Тинкер тревела прикупил. Пока смотрим за гонкой вооружений небольшой. А, там Сайленс, да. В центре при этом там есть Шторм, который развлекается уже с Эртшекером и Шекерос умирает. Чтобы самому как-то выжить. Ну, Дельку должна выиграть. Какая жена громадная. Ну, как Террор Блэйд практически. Да, почти как Террор Блэйд. Я боюсь представить, что будет, когда она нажмет БКБ с Блэдластом. Вот Террор Блэйд под метаморфозой БКБ с Блэдластом, он, по-моему, чуть ли не пол экрана занимает. Ну, конечно. Ну, пока не вот этот дрыщ, да. Что-то пока маловато. Ну, Дум еще есть из больших героев. Да, Дум тоже очень большой. Тоже очень большой. Тоже может Блэдласт и БКБ нажать. Так, прыгает Войт. Цепляет крэшком Диджия. Но там есть Омни Найт, который оказался за куполом, который как раз и позволяет огилку. Еще и башек, Прок, ну, слушай. Ну, вот это прям совсем... Сейчас пара телепортов и, на самом деле, под магнетайзом этих товарищей можно было бы брать горяченькими. Но где эти телепорты? Зачем? Да, по поводу Омника, кстати, тут у Нотейла будет появляться Яша и потом Диффьюжа Блэйд. Ну, может, он прямо сейчас, конечно, Диффузу купит. Пока не понятно. Шэдоу Демон купил себе книжечку. Шестой левел так и не апнул. Шейкер тоже купил себе книжечку. Что там по Нотворцу у Шейкера? 2180. Что он там имеет? Сулринг, наверное, какой-нибудь. Как он закупался? Не обратил я внимания. Ну, посмотрим. Ну, потихонечку, помаленечку копит. Надо вышки забирать OG, то есть убивать героев как-то через хроносферу дуэли. Забирать вышки, тогда у Шейкера появится быстрый блинг. Вот, это, конечно, приятно. На таких саппортах играть, на которых тяжело казалось попармить, а вышки твоя команда забирает, ты в итоге получаешь денежку. И когда у тебя появится блинг, ты уже сможешь быть очень полезен для своей команды. Так, ну и вот он блинг, кстати, на легионочке подкатил. Тоже достаточно важная штука, можно сейчас ловить людей. Главное, чтоб рядом с этими людьми Shadow Demon не оказывался. Ну, там еще и Omninaid. Там еще и Omninaid, поэтому реально для того, чтобы... А OG видит, да, что там происходит? У них там вард стоит, да, они видели прекрасно, что там происходит. Хроносферы нету еще и не будет очень долго. Пытаются просто защитить вышку свою OG. Ну, или даже как-то пытаться соиницировать все-таки Void с хроносферой. Она должна появиться в ближайшее время. И если дальше сейчас ждут в 30 секунд, то она вскоре появится и они могут на нее нарваться уже. А Fly у нас без транквилтапок, да, что-то он не регенится. Repel, залетают на него сейчас. И Шторм должен забирать сейчас Fly'a, да. Одна еще плюшечка, все очень хорошо. Пошла дуэлька также, очень легко расправляется с Omninaid. Пришел сюда еще и Void. Хроносферы пока нет, еще 10 секунд не будет. И Шторм, кажется, улетит. Сейчас еще что-то демон там пару стаков навесит и убьет еще всех здесь. Да, но Тейл потратил сейчас таймволку, еще не промечивая. Видимо, хотел деблинкнуться поближе, чтобы потом хроносферу поставить. Ну, тинкер пришел с полной маной, раскастовался. Наверное, в натике не будут продолжать драку. Отступят все-таки. Да, еще вуложник Miracle залетает, да. Очень приятно. Еще и ядом сверху шлифануло. Ну, в целом, разменялись равноценными героями. Только Легионка получила еще и дамаг. Вот. А Легионка, мы тоже кучу раз-то обсуждали. То, что если ты достигаешь определенного лимита, ты можешь просто прыгать наглою, там, убивать. Опять заработал чуть-чуть. Даже если умер, опять прыгнул, убил. Или, там, выиграл дуэль, например. Да, там, и так далее продолжает до бесконечности. Вот. Опять очередная дуэль. Должна ее тут она выигрывать. Выигранная, да. Очередная выигранная. Третья, кажется, выигранная. Да, да. Тридцать уже урона имеется бонусный. Но эти тридцать, они, конечно, пока выглядят не слишком страшно. Вот когда там уже второго-третьего уровня дуэльки. Так минута-то какая? Четырнадцатая? Ну да, да. Это как раз о том же. О том же. То, что сейчас вот она еще возьмет второго уровня, например, дуэльку. И там природа начнется уже совсем серьезно. Шторм что-то совсем подопорзел. И в итоге погибает из-за своей наглости. Хаслэм чек. Попытается Тинкера убить. Ну да, оба мидера отъехали. Но сейчас еще могут Эрспирита забрать. И вроде бы... Может еще один таймлок сработает? И вроде бы... Ох, пины чат. Сработал. Да, он сработал. Таймлок действительно сработал. Там очень много здоровья. Пришла Легионка. И смотри, продолжают в агрессию играть OG. Они не ожидают, возможно, несколько этого Фнатик. Но нет. Ожидали. Триста сорок третий. Делает паут сразу. Варды бы какие-то поставили. Ой-ой-ой, Курьерт какой тут сочный. С поинт-бустером. Да, поинт-бустер там лежал. Очень неприятненько получилось. Достаточно важный такой артефакт. Много статов дает. Ну, как статов. На такой стадии, как минимум. Ну да, в начале игры очень важная штуковина. Что там, он мне на это уже почти себе Медосянский дофармил. Да. У Котла не так много фарма. Он за 15 минут только Транквило сделал. Бывает такая ситуация, что Котл может чуть ли не агоним уже на 20-е иметь. Если хорошо фармил стаки и там героев где-то убивал со своей команды. Или там вышки какие-то забирал. Но пока все не так радужно. У этого Котла слишком тяжело ему против Штурм Спирита играть. Который, ну, с репелом на него залетает. И вообще никак не отпускает. Ну и плюс ко всему Fnatic, они же пришли, забрали стаки. Они, в принципе, не позволяют ребятам из OG играть в ту жадную доту, которую они умеют. Да, вытягивать максимум из карты. То есть постоянно где-то нагнетают и заставляют оппонента воевать. Тот же Котл, например, по сути-то был в харде. Да, он же особо имел возможность бегать по карте и что-то делать. Хроносферка. Пытаются взять террор блейдер. Пока сомнительно все это дело выглядит. Но тайминговая офисура и... Ай, дуэльку-то не дали скастить. Ай-яй-яй-яй. Команда ламеров. Обломали немного. Ну да ладно, господи. Самое главное, что убили ТБ. Там бы мог быть Сандер. И от дуэлька важней. Ты не понимаешь ничего. Ты когда играешь на легионке, у тебя вот так вот три-четыре раза подряд происходит. Ты всё, а пока на базе. Горишь просто невероятно. Да, реально, а пока на базе. Говоришь, ну дайте мне кинуть дуэль. Подождите вы полсекунды, мол, я сейчас развалю. Вообще, обычно в эти полсекунды Сандер ты умираешь. Да тоже сам виноват. Надо было давать дуэль заранее. Пускай там еще в башах каких-то находился там. Фиссурой, да, его забанили? За башню. Забанили, да. Ну можно сказать и забанили. Шейкер, вот, купил себе дайгер. Никаких у него соул рингов там не было. Купил себе арканы. Что даже намного влияние. В общем, как мне кажется, когда у тебя есть денежки на аркану, то лучше купить аркан тапки. Да, да понятно. Теперь, получается, инициация от OG будет составлять не только в виде легионши и там того же Вайда. Сейчас еще Шейкер, еще более страшный инициатор. И вот тут уже двух сейвящих саппортов может не хватить, когда там такое большое количество инициирующих героев. Там на Шейкер, допустим, на Шедоу Демона напрыгнет, убьет его быстро. На Омника как-нибудь хроносферу поставить и все, там дуэлишь любого и выигрываешь, радуешься жизни. Ну пока ребята просто стараются вышки защищать. И у них это удается, обрати внимание. Террорблейд очень мало фарма. Там котел Кинкер, так-то не тяжело этим заниматься. Ну не тяжело, но все-таки если надавить... Армлетт? У Легионки. Да, будет Армлетт. Ну как ты считаешь? Я считаю, что... Ты хороший артефакт. Артефакт дешевый и дает весьма хороший плюс сейчас. И жир без тонн шлей, который необходим. Вот нападение в мир. Просто решили. Говорят, ладно, в прошлый раз не дали выиграть дуэльку. Давай в этот раз прям затащим. Мы эхо слэм даже не пожалели. Да и в целом правильно, наверное. А там почти кончалась дуэль просто. Если бы не дали этот эхо слэм, вполне вероятно, что шторм бы умер, но не получили бы дэмэдж. OG. Так что оно того стоило. Они еще и смог потратили на этого шторм спирита, между прочим. Там стояли рядом с вышкой, чтобы он не спалил их. Ну оно того стоило. Если он нужен, аганим. На Легионки? Да не купит он аганим никогда. Нет. Я тебе гарантирую. Аганим не купит никто и на Интернешнале не купит, и в следующем году не купит. Если он не переработает. Посмотрим, посмотрим. Да не купит никто. Мне кажется, твой сон сбывается. Покажу потом, как он работает. Вот докачаю себе аккаунт. Со своих полутора тысяч. Попытались сейчас забрать вышку. Видите, OG не получилось у них это сделать. Видатик. Вот, видатик. Омника появился. Хорошо. Ну, уже довольно давно он у него. Помимо всего прочего, он уже давненько с ним находится. И... Слушай, а вот так вот. Ты что тут видишь, да? Тут был артефактик. Куда-то пропал. Какой артефакт? Наверно, выложил эти арканы и линзу покупает. Или что там делает? Да, я смотрю на планшете, на статистику смотрю. Не-не, вернул он куда-то их просто. Да, наверное, ману просто ему устанавливали. Выложил арканы, ему установили ману там другими арканами. Поэтому... Ну, тут только два варианта. Либо он... Может, он сдался, может, он разбивает. Там две пачки... Там даже три пачки арканы. Тогда, я не понимаю, где курьер по миду, почему не бежит. Два даже. И чувак, почему не Афкана Фонтане. Хотя там сейчас один есть, вон, Шадоу Демон стоит. Угу. Ну, сдаваться пока рано. В общем-то, Terrorblade... А, Terrorblade что, Radiance собрался покупать в этой игре тоже? Похоже на то. Интересное решение. Деньги не тратит. Интересное решение. Почему предпочитает Radiance сейчас? Ну, как бы, когда делают выбор в пользу Radiance, а когда делают выбор в пользу Dragonlance и манта и прочего вот этого стандартного билда? Пока вот я не совсем это понял. Может, все-таки когда ты реально вначале чувствуешь? Просто, если ты чувствуешь, что у тебя есть возможность купить Radiance, то есть ты его покупаешь, то есть только ради этого... Ну, типа того, если чуть затянуть немножечко, знаешь, поспредкушить с одной стороны, дать своим героям, опять же, определенные артефакты, хотя ты этим самым будешь их того разбежать, как по мне. Тогда ты без паров забираешь. Серьезный выход планируется, судя по всему, да, там, и Тинкер тоже может скоро подворваться. Но и ждем. Вот он Тинкер, такой, типа, байтит. Ну и Фнатик, видимо, пройчу или неладное, просто убегают сейчас в направлении Тир-2-вышки. Есть скан у OG, можно было бы заюзать его сейчас как-то напасть. Кстати, кто-то сканы сегодня видел вообще? Я видел пару раз. Слушай, нам отсюда сложно... Нам отсюда тяжело их видеть, во-первых, но я вижу, что они там в кулдауне иногда. Спалил, да, похоже, кто-то кого-то на 243? Так, легеночка прыгает, дуэлит. Сзади находится Шторм Спирит, там тессуры пошли. Сразу не дают возможность контр-инвицировать команде Фнатик. Байбек делает Shadow Demon и тут уже несут потери OG. Ну, слушай, всё равно, всё равно легеночка опять зарабатывает лишнюю порцию дэмэджа. Тинкер начинает закидывать машинками, поэтому подойти очень тяжело. Ну там Шторм ещё ладно, тусуется под репейлом, остальным-то как драться. Мне кажется, без Блэйдмейла нельзя играть на легионке. Пять Блэйдмейлов. Ну, пять, это, конечно, перебор, но на легионке Блэйдмейл тоже. Не, но это против Тинкера я не веду. Так не, Блэйдмейл это вообще мастхэв на подобного рода персонажа. Ну, там есть хотя бы любой маломальский дэмэдж-дилер есть с руки. В данном случае это Рараблейд, условно. Просто лишнюю порцию урона можно неплохо радовать. У Шторм Спирита теперь Блэдстоун есть. То есть, в общем-то, тоже какой-то аддитивный бонус появляется. То есть это не только... У OG это дуэль, а у команды Фнатик это Блэдстоун. То есть Блэдстоун заряжается. Какие-то фраги, то есть там если где-то саппорт фиданул, не очень хорошо получается. Но разница только в том, что дуэль как-то не разряжается. А вот и Блэдстоун первый. Да, подъехал. И, возможно, еще парочка сейчас уедет. Потому что мана уж Торма заканчивается. Улетает он недостаточно далеко. Ловит еще и Хаслэм. Там башки, будет ли дэнаиться. И да, дэнаиться. Вот и уехал Блэдстоун. Восемь зарядов остается. Всего там. И Леденка уже ищет себе очередную жертву. Пока что это Вышка. Ладно, хорошо. Давай с тобой поговорим. Так этот... вот этот товарищ... Он что-то вообще дерзкий, на самом-то деле. Потому что ЛЦ обычно таких пацанов вообще не отпускает. Сколько у нее там уже интересно дэмэджа наворовано? 44? Нет. Там много урона. Ну или 58, да. Что-то такое. 58, наверное. Она Штарма убила и Шадоу демок. Да, да, 58. Да, так и есть. Сейчас еще она под аркейн-руной находится. Может дать... По скидочке. По скидочке до эльфа, да. А там кулдаун будет очень низкий. Потом. Вот. Поэтому можно было бы что-то придумать. Вот аркейн-руна кончается. У Войда нету маны. Он купил себе манту. Решил все-таки не после Яши диффьюжл блэй делать, а сначала купить манту. Но диффузу точно тут надо брать. Это безоговорочно. Даггер у Диджея. Тоже очень хороший, весьма полезный будет артефакт. Сколько же УДЖИ уже смоуков прожали? У них, наверное, уже смоуков-то нету на 23-й минуте. Ну вот сейчас Штарма, если хотя бы в центре заберут. Хотя там, кажется, сейчас палится на Тейл. На Легионочку катусит. Мид-2. Побоялся туда дальше заходить. Все-таки там можно дуэль получить. Ну да, вообще отпрыгивает моментально. Он понимает, что... Матейл рядом здесь. У него есть хроносфера. Вот уже практически там ставят вард. Для того, чтобы не был неожиданным этот прыжок от воида. А можно даже его попытаться убить. Ну, пока... Понимают примерно Фнатик вообще, что планируют ребята из ОДЖИ. И даже сейчас уже... Тем более, ты видишь Сторм Спирита. Вообще, странно, почему... Почему не напали? Не напали, да. Потому что, ну, ситуация была, в принципе, неплохая. Он был поставить спокойно хрона. Легионка могла прыгнуть за хроносферу, там, на шеду демона кому-то на голову, там. Что-то в этом духе. Ну, ладно. Ну, опять же, давить под тир-1 это всегда повод задуматься. Да, Радик долетает сейчас в Террор Вейду. Тот самый Террор Вейд с радиансом и тысячей хитпоинтов. Легендарный. Ну, блин, если он опять зайдет на хайграунд и сломает базу, это будет супер эпично. Но я думаю, что сейчас его цель это просто фармить с этим Радиком. Может, Сантик думает, а давайте мы попробуем так сделать. Сейчас они поднимутся на рампу, поймают Шейкера или Легионку. Типа, копия и эхослэм. И, как бы, неплохо сыграно. Такие, блин, черт, что произошло, почему так случилось? Как жить так? Ну, сейчас Террор Блейд будет укреплять свой фарм вот этим вот радиансом на иллюзиях. Вообще, честно говоря, у Террор Блейда иллюзии и так быстро фармятся, они реально имеют... Он СТБ сам по себе имеет хорошие статы, иллюзии довольно мощные у него. И когда он там покупает условный Драгон Дэнс Яшу, то он уже даже с такими... Иллюзия там спокойно сильный спаун профармливает. Да, да. Поэтому, в принципе, супер особой нужды-то, на самом деле, в радике нет. Так, дуэлька очередная. Поймали Штарма. Ну, неужели никто не подсейвит? Не успевает, успевает все-таки сейвануть. Фиссурка. Хоть и та же продолжение. Ворвались, наверное, спирита. И его, по идее, могут убить. Тут очень побитый, по-моему, шейкер. Да нет. Понимаете, это Воид очень побитый. Ой, да ладно. Воид едва едва не выжил. Да, там даже, кажется, уже приз атак на него был повешен. Да. Но он не диспеллит Пурдж. Ну да, да, да. Поэтому Воид погибает. А вот дальше что? Вот Легионочка опять прыгает. Зажали Шадоу Демона. Ему там никак не выбраться. Его колбасой этой там утрамбовало к лесу. Ну, может, ему надо никак спастись. Но его вроде бы как там подсейвил Омник. Там вообще через Шадоу Блэйт сейчас очень опасно. И Легионка может просто сейчас выйти и по щам надавать. Так, кстати, Монолик неплохо там вешается на Штурм Спирита. Кайфует, кайфует. Штурм Спирит там, по сути, может две бомбочки поставить под этим Моноликом. А, подожди, нет, стоп. Две бомбочки он может поставить, да, под Моноликом. Бомбочки, думаю, норм. Чтобы бомбочку поставить под Моноликом. Помню, сам ставил. Хорошо ставится. Так, тут тем временем он у нас хорошо фармит Ancient of Terrorblade. Не напрягает особо. По надворцу он у нас там пока еще не чемпион. Но скоро, я чувствую, будет чемпионом. Пока. Тинкер. Вот этот ТБ, мы уже говорили, да, что он будет очень серьезно контриться Тинкером с Аганимом. Вот что ему надо будет сделать? Какую кондицию надо набрать, чтобы Тинкер его не контрил? Ну, вообще, есть Шторм, который этого Тинкера, в общем-то, будет, наверное, брать на себя. Я думаю. Я так думаю. Но если вдруг не возьмет он его на себя... Ну, Шторма ради этого и пикнули, чтобы он брал на себя Тинкера. Опа! Пока на себя берет. Ой, прям через фиссуру бьет, ты посмотри. Беспредел. Все в порядке. Ну, у нее длинные сабли, поэтому норм. А крылья не пьет уже, походу. И Медвана тоже забирает через их ислам. Отличная работа. Прикольно, кстати, запрыгнул, да, в итоге, сразу после Хрона. Шторм никак не успевает упрыгнуть. Моментальное срабатывание этого этапа сломит. А Террорблейд, помаленечку, потихонечку, лес чужой профармливает. Медасик работает на Омнике. Пока он ничего лишнего не купил. Ну, на самом деле, такое себе что-то. Сейчас еще Сейбр появляется у Легионочки. Очень-очень сильная становится. Стоплябля. Ну, она, кстати, даже по принципу действия очень созвучна. Ну, я не говорю. В этом же, в этом и суть. Тут действительно очень много каламбурных вещей. Я не могу уже. Все. Да ладно, нам-то что? У нас он всего 6 часов вечера, поэтому нам пока еще рано плавится. Мы плавимся, потому что мы головные. Да, надо какой-то. И еще соус барбекюшный штырит на весь стол. Ходят тут соусы. Я сижу, у меня просто вот прям, прям все в этом барбекю. Я уже прям не могу. Я уже его ем. Я уже, у нас тут покрылся слоем. Ха-ха. Так и есть. Чего уж тут греха таит. Ну, я думаю, что и команды-то так же голодны, поэтому не меньше заинтересованы довести игру до победы. Но пока... Ух ты ж, ничего себе. Симпатичненько. Ха-ха. Ха-ха. Ну, чтобы вы понимали, Орен хвалит свою фотку. Так что... Ха-ха-ха. Симпатичненький такой. Ничего, парень-то. Мужчина нарисован. Не понравилось. Ха-ха-ха. Ладно уже, пора завязывать. Но к чему все идет, опять же, обратить внимание... На сутрону явно. К переме... Ну... Блин, я тоже хотел так пошутить. Что за фигня? Тише, тише. Ладно, опередил. Потому что сейчас пытаются ловить друг друга на какой-то позиционной ошибке. Опять же, перемещение, какие-то вот подобные вещи, как сейчас. Фейзл свой-то попался, а? Сразу несколько тп идет сюда, но бестолку, его уже не спасти. А Легеночка будет. А Легеночка будет. А Легеночка будет. А Легеночка будет. А Легеночка будет, кстати, шедо блейдом. Да давно уже давно. Еще перед Ахасейбром у нее появился этот шедо блейд. Ну, достаточно давно, да. Инициация на самом деле реально жесткая, когда ты под шедо блейдом, тебе, блин. Там Омника гем был. Он его вроде как не потерял. Это такое. Гем это же против шедо блейда, и когда у тебя блинк есть, не очень работает. Ты же стоишь-то вне вижена, далеко, позицию занимаешь, с блинка прыгнулся, инициировал. Ты же не берешь шедо блейд. Как там было у нас хыщ-хыщ-хыщ. Вот. Точно я вспомнил. Увидели иллюзию террор блейда, которая пробегала тут мимо. Хотя, кстати говоря, не факт, что это иллюзия, она же там из манты. Там непонятно, кто это. Настоящий или ненастоящий. Ну, если в доту перезайти, будет видно иллюзию. Так. Небольшой лайфхак. Инсайдинг, да? В смысле? Ну, так работает. Но если ты играешь в доту, просто реконектнулся во время того... Вот, допустим, взял ты руну иллюзий, я реконектнусь, и мне уже будет видно, кто иллюзий, а кто нет. Ничего себе. Очень, очень миленько, слушай. Не знаю, пофиксили это или нет, но я такой на фейсити один раз случайно получился, а второй раз обузнул. Ребят, погодите секунду. Срыв покровов от Арена, поэтому можете ему кидать репорты на фейсити. Тихо, тихо, тихо. Чего? Вот это ты зря. Да ладно, ладно. Всё нормально. Ты же не часто этим пользуешься, правильно? Да, один раз. Дождутся, наверное, OG, когда день настанет. Там, опять-таки, через Аганим на котле можно легко пушить. У Миракла тоже, кстати, Аганим имеется. Оркель у Шторм Спирита. Сейчас неплохо бы какой-то эскейп приобрести OG. Вот Lotus Orb нужен очень сильно. Кому-то точно нужно его купить из OG. То ли котлу, то ли шейкеру. Но вот кому-то точно надо. Чтобы сейвить от Шторм Спирита. Да и кстати говоря, и Фнатикам Lotus Orb надо. И этот Lotus Orb там будет покупать Омник. У него как раз Аркантапки, он разберёт их ещё раз и купит себе локс. Да? Нам же Energy Booster нужен? Да, нужен, нужен. Ну, вообще, проблема огромная состоит у Фнатика даже не в каких-то способностях OG. Так что ты репал повесил и норм. А проблема в большинстве своём состоит в том, что ты не можешь вообще пропушить что-либо. Несмотря на то, что ты там Рорблэйд уже, в принципе, готов. Но эти лазеры по иллюзиям, эти машинки, рокеты, ещё плюс квотл, плюс шейкер. Как вообще такое пушить? Расскажите мне, в какой вселенной можно пропушить команду OG, которая ещё и доминирует? Её можно убить попытаться, а вот потом и пропушить. Да, вот единственный вариант, но пока доминация идёт за OG. Ну, да, но был момент, где вот, например, Войт встрял как-то не так, вот. По мап-контролю нужно определиться, да, чтобы у Штон Спирита была возможность где-то кого-то подрезать. Даже саппорт того же самого. Вот мы видим сейчас, как свободно, открыто забирает OG Аегис, который достаётся легион-коммандеру. Тинкер берёт у Bloodstone, и сейчас идёт атака и целенаправленный смоук от Фнатик против Аегиса. Весьма интересно. Может быть, они хотели... Ну, Войт там прячется, готовится. Сейчас увидим. А вот и, пожалуйста, легион-коммандер очень быстро сносит Шаду Демона, ставится купол. Но перспектив-то маловато как-то будет. Тем более, когда ещё так команда отыгрывает в файте. Байбэк Шаду Демон. Ну, а остаётся два живых героя на карте. Волевой байбэк просто от ШД. Говорит, ладно, ребят, придётся мне дефить вас в таких фнарей. Сейчас пойду ядом накидаю пацанам. Хоть крипочка, потому что он и не прогонишь уже просто так от себя. ОДЖИ набрались в какую-то совсем уже дикую кондицию. Как мы видим, в принципе... А ты спрашивал, какая нужна ответ дикой? Нет, я говорил про Фнатик. Как мы вообще пропустим его противника. А, Тиррор Блейд там со своим Радианцем. Ребят, я ещё не нафармил. Нагалей, щас за сплит, ребятки. Погодите секунду, щас будем сплит пушить. Вот Дефуза на Тиррор Блейд. Частично даже конвейер на хайграунде сейчас позволяет команде OG... Вторую линию не заберут? Вторую линию можно будет забрать позже, да, когда заберут Тирр 2. Но всё-таки они, наверное, сами не ожидали такого... Линкенсферу покупает Тиррор Блейд. О, по грязи пошёл. Чтобы дуэли не получать. Да правильно, на самом деле. Просто... Как-то уже линии одной нету. Не знаю. Мне Тиррор Блейд нравится, когда он в драку вступает в рану. Он очень сильный. Его на корню законтрили в этой игре. Он... Вот ты вот на месте вот этого Тиррор Блейда сейчас бы просто вешался. И вообще любой игрок. Я не знаю, насколько неприятно. Ты понимаешь, что ты пойдёшь в бой, и ты ничего в замесе не сделаешь. Ты понимаешь, что ты пойдёшь пушить, и ты ничего не пропушишь. И... Ты будешь просто тратить время впустую, а твой оппонент только крепчает и становится сильнее. А учитывая то, что... Ну, смотри, там Котл задувает, там Шейкер со своим блинком, там Тинкер и ты Легионша. И не говоря ещё о том, что воин. Все персонажи, которые, ну, вообще, житья не дают никакого этому ТБ. Тупо никакого житья. Кроме, не знаю. Кроме, не знаю. Кроме, не знаю. Кроме, не знаю. Это превращает в него что. Сильверетч у Легионочки ещё появился. Ну, да, тут уже тяжеловат, конечно. На, Тиком. Это Диссилеретч ещё половина урона. Трурубает, если решит. Хе-хе-хе-хе. Или 60%. Сколько он там режет? В общем, не важно. Он режет до хрена. Сильверетч. Сильверетч. И который ты ничем не собьёшь себя. Так что с драчки приехали вообще. Напали на Муна, под Оркедом. Но уже ли шанс? Нет, не шанс. Ну, у него там Аегис, как бы. Поэтому это такой себе шанс. Ставится хроносфера. Есть ультимативная от Омни Найта. Шторм пытается выживать. Шейкера Хаслэмом финишит его. Получается сделать скилл. Будет продолжение, конечно же. Легионка там обузит свой армлет. В любом случае, в Легионке. Сбили. И дуэлька. Здравствуйте. Там хп даже нет. Террорблейд там спрятался в лесочек. И забыл, что днём-то Коттл его видит с Аганимом. К сожалению. Да. И он его моноликом быстренько обезоружил. Ну, сбил Олинку. И в итоге там дуэлька была, да, закастована. Да. Ну и вот, пожалуйста. У Террорблейда байбека нету. 50 секунд его не будет. Метаморфоза у него тоже не будет. Чёрт не поспалит пушить. OG прям конкретно взялись за эту игру и видно, что вообще никаких шансов не оставляет. Да я бы сказал, что Легионка очень круто зашла. Они просто поняли, как играть с этим Террорблейдом. Вот и всё. Забрали хороших героев против Террорблейда. Вообще можно представить, что вот Омнинайт как-то не совсем логично зашёл в эту игру. Потому что Террорблейда изначально видно было, что будут изничтожать. То есть нужно было ещё какого-то ключёвого, может быть, героя брать. Какой-то стиль подстроить. Не знаю. Как другой. В общем, не знаю, что им должно быть видней. Но явно Омнинайт здесь смотрится не к месту. Что-то, что стояло бы с Воидом на топе хорошо. И что-то, что было бы здесь действительно полезно. Ну, вообще, Омник тут тоже мог бы быть полезен. Просто Фнатик нужно было чуть агрессивнее играть, чуть меньше ошибок допускать. Не позволять Муну так много демаджа набрать с дуэлей. Они всё-таки на начальном этапе допустили ошибки. Потому что, когда у Легионши уже плюс 126, ты там хил этот дал, а какой толк? Она руками... Да нет, сейчас понятное дело. Сейчас Легиону вообще не остановить. Тут уже сложно. Я поэтому говорю, что хотел бы отметить именно игру Муна. Очень уверенно всё сделал. При том, что есть большое количество подсейвов во Фнатиках на начальном этапе. Да, это и Shadow Demon, и Омник. Именно на начальном. При этом удавалось заработать просто огромное количество урона. А это совсем не то, что должно происходить. То есть, вроде как, против Легионки обычно берётся там один условный ШД, и всё, ты просто бегаешь по карте и вообще не знаешь, что делать. Если там нормальный Shadow Demon катает, который понимает, что надо прям вот совсем следить за этой Легионкой и держать ухо востро. А здесь как раз так вот не получилось сделать. И видим последствия. Там уже и Silverrange 3,5 тысячи на руках. Ну, это уже можно назвать как... Смог последней надежды? Ну... Тот самый. Да, скорее всего. Потому что лишили всех внешних вышек. Команда Ужива только что быстренько прошлась. И либо ты ловишь соперника сам вне хайграунда, либо ты теряешь что-то уже на хайграунде вместе с собой. Сейчас, по-моему, это единственное правильное решение для Фнатик. Ой, Легионшу ещё кираса появилась. Боже мой. Как там тяжело будет даже одну Легионшу убить? Ну вот в отсутствии Вижена, к сожалению, команда Фнатик не может точно знать, где соперник находится. И лишь на предположениях пытаются его найти. Безуспешно пока. Да, но там и OG, да, и Фнатики всё прекрасно сейчас понимают, кто где куда примерно побежал. И OG сейчас тоже, вот видим, ведут разведку иллюзиями. Обнаружат сейчас одни иллюзии и другие иллюзии. Да, и драка и иллюзии — это не то, чего мы хотели увидеть. Ну там, посмотри уже какая колоссальная разница. Там пропасть. Да, 25 тысяч даже чуть больше. Аганим появляется у Войда, что ещё сильнее провоцирует OG идти сейчас подраться. Всё-таки булдауны крайне маленькие. В данной регионках, конечно, просто машина. Уже Тинкер почву подготавливает, крипов ближе к играму загоняет. Сейчас команда подойдёт и уже, возможно, будет провоцировать соперника. Хотя пока ещё... Да подождут ещё время, да. День, чтобы был, потому что у котла днём потенциал возрастает очень серьёзно. Сейчас он и вижена не даёт, и фил не идёт. Поэтому просто подождать, пока наступят деньги. Там мы артефактики даже появляются. Лот 40 у шейкера. Поэтому... Время пока ещё на пользу идёт. Потому что команда Фнатик, по сути, зажата на хайграунде, получает деньги только Террор Блейд. Ну то так себе. Потому что там Линген... Вообще на Террор Блейде Линген, ну как вынужденный артефакт, выглядит очень не симпатично. Что опять же, вот каким-то моноликом сбивают тебе и всё. И как бы пять косарей для того, чтобы задоджить монолик. Нормально так, кстати. Ну да, но... Выглядит спорно. Ну с другой стороны... Ну просто чтобы если где-то Легионша одна находит этого Террор Блейда, чтобы она сама его не дуэлила. Хотя бы для этого. Хотя бы для этого, действительно. Ну это чисто для сплитпуша можно как бы рассматривать. Проблема в том, что сплитпушить против Тинкера, это всё равно, что сплитпушить против Тинкера. Черпать воду решетом. Вот. Сизифа в труд. Да. Давайте ещё что у нас тут есть. Срубить сук, на котором сидишь. А, они не подходят. Я вообще после первой половины фразы начал нервничать. Но потом уже вроде всё норм. Срубить сук. Мне вообще другое послышалось. Так что я лучше молчу. Ладно, ладно, ладно. Мы потом об этом поговорим ещё. Где нападение на Террор Блейда? Почему он так спокойно бегает, там, иллюзий плагит? О! Вот! Вот это уже другое дело. А его спрятать можно будет. О! Если ты ему говоришь, я тебя спрячу, друг! И пришёл в хроносферу. Кисель зашёл. Так, свапнулся! Правда, как-то так себе свапнулся. Да там уже все свапнулись. Умирает три героя команды Fnatic. Да, это, вероятнее всего, ГГ. Тунец? Ну да, волососнули немножко. Мун делает что хочет, просто бегает по базе. Ань, погоди, а что у вас с метаморфозой? Он же в метаморфозе умер? А, он без метаморфозы. Да, да. Его же даже не позволили их сделать. Угле стоялся в это время. Ба-ба. Шкварнуло. Террара Блейда. ТГВП. О, G. Побеждаются ещё там 2-1. Ну и, собственно, уже попадают в финал Винров, получается. Да, это посмотрели. Раза. А, ну да. Получается, что действительно в финал Винров попадают. Что хочешь ответить? Но не в гранд-финал. Не в гранд-финал, конечно же. Конечно же, ещё нет. То есть, я думаю, нам ещё покажут, что сейчас на турнире таблицы. Мы объясним вообще, что происходило, что будет завтра происходить. Об этом ещё позже. И ответим на вопросики ещё. Да, 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 да. Традиционно надо всё-таки традиции-то соблюдать. Конечно, конечно, конечно. TS5.ru. Хэштег в Твиттере. Пишите. Там действительно ещё есть на что, наверное, поотвечать. Я вот, кстати, ещё бы отметил тот факт, что вот этот, ну, покупка радианса, в принципе, была не такая уж и затяжная. Довольно шустро он купил. Но в перспективе дальнейшие артефакты появлялись как-то, ну, совсем медленно. Не так быстро, как мы привыкли видеть. Выходит у нас тут OG. Застёгивает так ширинку, вот так, демонстративно. Ха-ха-ха. Разобрался на легионочке. Чё, ребят? И походка. Они руки, да, идут сжать сопернику, похоже? Ну, походу. Я бы не жал руку Муну. Не, ну, он так сыграл хорошо. У него есть небольшой... Не, ну, в смысле... Он же не тянет, но руки помысл. Мы не видели, что там вообще происходило. А, может, специально не показывали? Ну, в общем, неважно. Всё равно.